В прошлый раз мы разбирали методы приведения квадратичной формы к каноническому виду или к каноническому диагональному методам Лагранжа, то есть методом деления полных квадратов. Сейчас сделаем пример. Продолжение следует... Надеюсь, что в понедельник на 3-4 парах у вас никаких мероприятий не планируется, кроме наших занятий. Занятия будут. Кстати, Антон Александрович сказал, что больше не будет дискретной математики. Ну, видимо, да. Отцом так сказал. И в Аудибрис... Его занятий, видимо, больше уже не будет. Мои будут на следующей неделе, как обычно. То есть, во вторник у нас будет? Но на Севернак в палате теперь больше не будет. Скорее всего, да. Я точно напишу всем, но, скорее всего, не будет. Но еще будут конспекты и домашние контроли. Экзамен планируется 30 июня, но, возможно, еще сдвинется куда-нибудь на пару дней, но, в общем, не раньше 30-го точно. Угу. Давайте будет. Давайте сделаем пример приведения галактической комнаты к физическому миру и нахождение галактического барбиса. И еще раз. Сейчас мы используем пространство R. Сейчас делаем стихи. Посмотрим произвольный вектор. Возложим на палису, как обычно, и отложим такую квадратичную форму. Это отображение из ВВ. Применяя к вектору Х, мы получаем следующее число. Применяя к вектору Х. Вот такая квадратичная форма. Применяя к вектору Х. Применяя к вектору Х. Если разложить наш вектор, тот же самый вектор Х по базису и Е словной. И координаты новые обозначить Х и З словной. Та же самая квадратичная форма, вычисленная на этом же векторе Х, в новых координатах должна выглядеть как сумма квадратов с какими-то коэффициентами. Сумма квадратов много координат с какими-то коэффициентами альфа. Это называется канонический фронт. Применяем к вектору Х. Давайте применять метод который мы осуждали. мы работаем с вот этим исходно у нас вот наш исходный базис исходные координаты и выражение деканатичной формы нужно выделить в нем какие-то полные квадраты давайте сделаем так соберем все члены и содержащие x1 а 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 Вот выражение все членности значений X1 находится здесь. Нужно каким-то образом выделить полный квадрат, чтобы добавлять и вычитать что-то. Давайте вынесем минус. Если здесь какой-то коэффициент перед X1 в квадрате стоит, его надо вынести за скобки. На данном случае коэффициент минус не является. Как выделить полный квадрат? Как вы считаете, какой тут можно сделать полный квадрат? Мы хотим записать это дело в следующем виде. X1 плюс какой-то коэффициент B плюс что-то в квадрате и плюс нечто другое. Вот так мы хотим преобразовать наше выражение. Нужно сначала... У нас есть 6X1 и X2 плюс 2X3. Хочется двойку вынести и X1 вынести. Да, согласен, согласен. Получится 2X1 и еще в скобочках будет 3X2 плюс X3. Вот так. Да, это будет то, что выучить. Но чтобы выражение осталось прежним, нужно что-то добавить или вычесть. Какой добавок для компенсации. Мне кажется, надо прибавить вот такое отражение X2 плюс X3 в квадрате. Мы выделяем... Нас прежде всего интересует член... Квадрат, содержащий переменную X1. Вот он. Мы его... То, что здесь стоит под квадрате, мы это обозначим за новую координату. А это просто добавок. Значит, это мы преобразовали выражение, содержащее члены X1. Оно еще есть, тот хвост. Давайте перепишем всю форму. Вот, значит, используя этот медленный квадрат. А дальше, значит, вот этот добавок и вот этот хвост, их надо посчитать. Значит, нужно вычитать этот квадрат и посмотреть, как он... Сложить его с тем хвостом и посмотреть, что получится. Я вычителяю квадрат вначале. И вспоминаю про тот хвост. Вот. Чему равно эту? Корридируйте, пожалуйста. Четыре X2 и X3. Так, так. Угу. Угу. Это все равно... Так. Так. X3 под X сокращает. Это так. Да. Четыре и не два X3. Таким образом, наша форма принимает следующий вид. То-таж. Пр Americas. Угу. Т visa. Наrespирижный вид цирка hesitated. Та юра. Та юра. Как ты в Так, мы теперь должны ввести новые координаты, но еще не координаты x с волной, то есть координаты x с волной будут, когда у нас уже форма примет такой вот красивый вид, только сумма квадратов. Здесь пока мы выделили один квадрат, поэтому нам нужно какие-то промежуточные координаты ввести, давайте их обозначим p. Это будет у нас координата p1, при этом координата p2 будет x2, p3 равно x3. То есть мы делаем вот такую замену координат, p1 равно x1 плюс x2 плюс x3, p2 равно x2, p3 равно x3. Мы делаем обратимые линейные замены координат. Ясно, что это замена координат обратима, то есть мы p выразили через x, но можем также использовать уравнение выразить x через p. И тогда наша форма, в этом вектор x не меняется, мы всегда вычисляем форму q на одном и том же векторе x. Но меняется система координат, то есть по существу меняется базис. И мы потом выпишем, как же меняется базис. Но пока достаточно писать замену координат. Каждая обратимая замена координат соответствует некоторой замене базиса, как мы обсуждали в прошлый раз. И сегодня тоже увидим там вектор. Так что вектор, пожалуйста, вектор не меняйте. Всегда вычисляем форму на одном и том же векторе. Просто в новой системе координат. Получается у нас минус p1. Давайте плюс 2, и в 4, и в 2, и в 3. Что теперь делать? Мы в такой, с подобной ситуацией сталкивались. Какую делать замену координат, чтобы наша форма приняла канонический вид? Как можно назначить эту координату? Уже, я думаю, следующий замен координат позволит нам привести форму к каноническому виду, поэтому можно уже x-цволнов использовать. Тут, наверное, нужно просто добавить по 3 в квадрате и вычистить его. Нет, значит, смотрите, мы полный квадрат выделяют, когда есть уже один какой-то квадрат. Уже есть, смотрите, уже в исходной форме был квадрат переменной какой-то, квадрат какой-то координаты, x1, и тогда, собрав все члены, содержащие x1, мы смогли выделить полный квадрат нужного вида, ну, полный квадрат, который нетривиально зависит от x1. Вот какой нам нужен был полный квадрат. Мы могли бы в качестве первого шага взять вот этот квадрат. Мы могли бы начать работать с переменной x2. Мы могли бы собрать все члены, содержащие x2, вынести за скобки минус 9, и выделить полный квадрат похожего типа, но была бы переменная x2. И x3 могли бы тоже аналогично сделать для x3. Главное, что присутствует x2 в квадрате здесь присутствует, x3 в квадрате здесь присутствует. А здесь p1 в квадрате уже выделено, и это уже, так сказать, каноническая штука. Она похожа на вот этот член, и ее трогать не надо. Теперь нужно работать только с p2, p3. Можно заменить... И полный квадрат выделить здесь не нужно, и не получится, поскольку мы забываем про p1, работает теперь уже с квадратичной формой, завершающей от двух координат, и полного квадрата здесь не выделить и не надо, а нужно сделать другую замену переменную. Возьмите, там нужно сделать p2 равно... сейчас скажу... x2 с волной минус x3 с волной, и p3 равно x2 с волной... Да, да, да. Ну, то есть, чтобы была разница в квадрате. Да, да, нужно сделать такую замену, чтобы вот это произведение изменилось на разность квадрата. Сделаем такую замену. мы вводим координаты x2 с волной. Уже они будут хорошими, в которых наша форма примет хронический вид. И как мы их вводим? Мы x4... p1 не трогаем, то есть x1 с волной просто равно p1, а дальше вот здесь нужно ввести x2 с волной, x3 с волной, чтобы это произведение заменилось на разность квадратов. И удобно это сделать так. Например... сейчас... у меня что-то уже выписано. Пусть у нас будет p2 равно x2 с волной минус x3 с волной и p3 равно x2 плюс x3 с волной. мы вводим новые координаты x и t с волной. Нужно их выразить через координаты b. Значит, вот мы первую координату x1 с волной выразили через p. А дальше... и мы хотим, чтобы эти новые координаты удовлетворяли данным двум равенствам, но все-таки мы должны уметь выразить новые координаты через старые. То есть, x с волной через p нужно уметь выразить. Давайте выразим... x2 с волной в терминах p как будет выглядеть? x2 с волной 1,2 точно будет от... да, 2,2 от p2 и p3 да 1,2 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 х3 и x3 с волной будет 1,2 p3 в минус p2 Вот хорошо, наша квадатичная форма Теперь мы вместо P подставляем те выражения и получаем канонический вид квадратичной формы. Здесь у нас получится x2 минус x3 умноженное на x2 плюс x3 и это запишется в виде равности квадратов. Таким образом, канонический вид, каким получается член без изменений, а здесь что будет? 4x2 с волной минус 4x3 с волной в аппарате оба. Да. Замечательно. Мы получили систему координат, в которой наша форма понимает канонический вид. Но нужно найти еще базис. Значит, как мы обсуждали, всякая обратимая замена координат соответствует нектаре замене базиса. Давайте найдем базис е с волной такой, что наш вектор x равен, раскладывается по базису этому с координатами x с волной. То есть координаты мы уже нашли. Мы уже нашли, как мы выразили координаты x с волной через p, при этом p выразили через x. Таким образом, мы можем x с волной выразить через x исходные. Замечательно. То есть замену координат мы уже имеем, но нужно теперь выписать соответствующую замену базиса. Поэтому вначале нужно выписать выражение для x с волной через исходные координаты x. Давайте это сделаем. Значит, у нас x1 с волной равно p1, а p1 как выражается через x. Вот так. Вот оно. Вот так. Еще x2 с волной равно вот этому. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А p2 и p3 вот так выражаются через x. Значит, получаем такую формулу. И, наконец, x3. Вот ее выражение через p. Теперь подставляем вместо p иксы по формулам имеющимся. Дальше в научных ход мы получили замену координат. Это замена координат. Переход от x к x с волной является обратимой заменой координат, поскольку это композиция двух обратимых замен координат. Мы уже знаем, что переход от x к p является обратимой координат, а потом переход от p к x с волной тоже обратимая замена. Значит, их композиция тоже является обратимой заменой координат. И нам, чтобы получить замену соответствующую координат, нужно эту замену координат переписать в матричном виде. То есть, пишем столбец x с волной. Дальше некоторая матрица размера 3х3 умноженная на столбец x. Скажите мне, какую матрицу я здесь должен написать, я ли я на верхней формулу? Первая строка у нее какая? 1, 3, 1. Да, чтобы взять коэффициенты, элементы первой строки это просто коэффициенты вот этой линейной комбинации. Дальше вторая строка берем коэффициенты этой комбинации. 0, 1, 2, 1, 2. И третьей строки вот эти коэффициенты. 0, минус 1, 2, 1, 2. Дальше это делать. 2011 10, 2, 3, 1, 2, 2. Это тройной причиной. Можно avoiding чёрных heed всп ở справа. 7, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Играет музыка. Так не сходится с тем, что написано на сайте. Играет музыка. Вроде мы все правильно, давайте еще раз проверим наше вычисление, вроде мы все правильно сделали, а на самом деле как раз может быть ошибка. Канонический вид формы получено и сходится, а вот замена координат почему-то тут другая получилась, давайте пробежимся. В полной координат выделили так же. Все так. Ну, вроде бы мы все правильно сделали, но даже если есть где-то вычислительная ошибка, главное, идея, надеюсь, поняла. Ладно, давайте вспомним, как, имея замену координат, как вычислить замену байриса. Давайте это сразу выведем. Мы уже делали в прошлый раз, но полезно повторить. Значит, наш вектор x рассложен по исходному базису. Используем эту формулу для x и вот эту формулу для того же самого вектор x. Используем ее в маточном линии. Используем ее в маточном линии. А Батис Е с волной выражается через Батис Е, используя матрицу перехода. Используем ее в маточном линии. Теперь подставим, приравняем это выражение и это. И подставим вместо строки Е с волной, подставим правую часть отсюда. Используем ее в маточном линии. Используем ее в маточном линии. И мы уже обсуждали, что из этого равенства следует равенства соответствующих столбцов. Приключаем такое вот равенство. И здесь у нас, используя матрицу перехода, мы вектор столбец иксов выражаем через вектор столбец икс словной, а здесь у нас наоборот. Выражены иксы словной через иксы. Можно умножить обе части на обратную матрицу и получить такое выражение. Вот. В нашем случае вот эта формула имеет такой вид и следовательно, здесь стоит матрица перехода минус первой степени. Значит, сама матрица перехода равна обратной к вот этой матрице. Давайте ее вычислим. Уже. 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 Кроме. Уже. Готов Ph Ну ferm calling 1, я церковь. 1 минус 4, 2, 0, 1 минус 1, 0, 1 минус 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Так, ага, на сайте похоже именно обратная матрица получена. Сейчас проверю. Да, мы сделали все правильно, просто на сайте в ответе сразу написана матрица перехода, именно вот эта. Так что все хорошо. Ну, значит, мы получили матрицу перехода, давайте все-таки выпишем явные формулы для канонического баллиса. Итак, еще раз, у нас был исходный базис Е1, Е2, Е3, а мы хотим найти канонический базис Е с волной, такой, что в нем наша форма принимает канонический вид. И мы уже это сделали. Вот наш базис Е с волной выражается через исходный базис Е. С помощью матрицы перехода, ну, давайте все-таки для полноты картины вытащим его явно. Наши матрицы перехода, поставляем эту матрицу сюда и выписываем, как же выглядит наш канонический базис. С помощью матрицы перехода, ну, давайте все-таки для полноты картины вытащим его. Так, давайте вычислим Е1 с волной, какой Е получился. Из этого равенства, чему равно Е1 с волной, как линейная комбинация векторов Е. Это просто должен быть... У нас, смотрите, слева стоит у нас строка, то есть матрица размера 1 на 3, а справа произведение матрица размера 1 на 3, на матрицу размера 3 на 3. Значит, вот это произведение все тоже имеет размер 1 на 3. И вектор Е1 с волной слева стоит в первой компоненте. Нужно вычислить первую компоненту вот этой строки. Это произведение является строкой. Нужно вычислить его первую компоненту. Просто Е1. Да, значит, нужно умножить... Нужно вот эту строку умножить на первый столбец с матрицей. Получается Е1. Дальше. Е2. Словной. Нужно эту строку умножить на второй столбец с матрицей. Получается минус 4Е1 плюс Е2 плюс Е3. И, наконец, Е3 с волной. Нужно умножить эту строку на третий столбец с матрицей. Получить 2Е1 минус Е2 плюс Е3. Хорошо. Мы получили... Мы нашли... Вот, смотрите, что мы сделали. Мы... Исходно у нас такая была квадратичная форма, довольно сложная. Мы сделали замену базиса такую, что в новом базисе наша форма стала вот такой. Гораздо проще. Замену базиса и, соответственно, замену координат. И наша форма приняла такой вот гораздо более приятный вид. Но можно ее еще упростить, сделав еще одну замену координат. И уже будем использовать то, что мы делали здесь. Оно... Вообще, у нас пространство для конкретности рассматривается над полем вещественных чисел. Но, в принципе, у нас все коэффициенты... Можно было бы рассмотреть и другое поле, в принципе, да? Вот там какой-нибудь... Можно было бы считать, что у нас вообще поле, например, Z7. Или поле комплекса к чиселу. Или какой-нибудь... Есть и другие поля. В общем, эти же вычисления можно было бы делать над... Более-менее над любым полем, где главное, чтобы можно было делить на 2. Единственное, что требовалось, мы делим на 2. Единственное требование на поле, чтобы в нем 1 плюс 1 не равналось 0, как мы уже обсуждали. То есть, вот это приведение к каноническому виду работает над любым полем, в котором 1 плюс 1 не равно 0. Хорошо. А вот, а теперь все-таки мы вернемся к случаю, когда поле у нас вещественных чисел. И тогда можно сделать дополнительное упрощение нашей квадратичной формы. Можно ввести... Можно сделать еще одну замену координат, чтобы форму еще более упростить. Давайте сделаем. Ну, вначале некоторое определение введем. Так... 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 Ну, прежде чем переходить к определению и дальнейшему прощению некоторые замечания. В качестве первого шага мы выделили полный квадрат по переменной x1, поскольку имеется член x1 в квадрате. Тогда это позволило нам выделить такой вот полный квадрат, собрав все члены содержащие x1. Как я сказал, можно было начинать с переменной x2, вынести минус 9 за скобки и, собрав все члены содержащие x2, выделить похожий квадрат, но здесь бы стояло x2, а здесь бы стояло минус 9. А эти коэффициенты... Тут бы было x1 с каким-то коэффициентом, здесь x3 с каким-то коэффициентом. Хорошо. А что делать, если форма какая-нибудь... Возьмем какую-то форму с крышкой, имеющую... у которой нету квадратов исходно. Допустим, 2x1, x3, x2 плюс 3x1, x3. Что делать в такой ситуации? Мы это обсуждали в общем случае, в случае произвольной размерности в понедельник. Давайте вспомним. Какой сделать первый шаг метода Лагранжа или метода выделения полных квадратов, как мы здесь... Напомню, что мы здесь применяем метод Лагранжа или метод выделения полных квадратов. А вот когда нету никакого квадрата в исходной форме, что делать в качестве первого шага? Наверное, как во втором шаге. Да, это мы в понедельник уже обсуждали. Можно взять... Можно взять любое ненулевое произведение, в общем, любое произведение, с лежащее ненулевой... Да, с ненулевым коэффициентом. Например, вот это. И сделать такую... Такие вместе новые координаты. Вот мы хотим, например, вот это произведение заменить на разность квадратов. Тогда мы вводим новые координаты q. Например, x1 равно q1 минус q3. x2 равно q1 плюс q3. А координата q2 у нас просто будет равна x2. И тогда форма с крышкой... Вместо иксов подставляем их выражение через q. Здесь получится что-то, а вот здесь получится разность квадратов. Какая будет разность квадратов? Если подставить вместо x1... А, где-то так... Извините, x3, да. Какая получится здесь разность квадратов? Если вместо x1, x3 подставить вот эти выражения. Вот, значит, после такой замены координат, наша форма принимает такой вот вид. И здесь уже есть полные... Есть уже квадраты координат, поэтому к этой форме уже можно применять такой вот шаг. В этой форме уже можно выделять полные квадраты и действовать, как мы делали на той доске. Так что, если в исходной форме нет ни одного квадрата координаты, то его можно получить, сделав вот такую замену. Ну, давайте теперь определение. Нас... В В В В этом определении именно работаем на поле вещественных чисел. Пу... Ага, в КУ... Клодатичная форма... И говорят, что... Пусть Е1, да, размерность проста, В конечномерная. Как обычно, размерность проста через М, Е1, ЕН, пусть будет канонический базис для нашей формы. Значит, наша форма в этом базисе имеет диагональный вид. То есть... Пишем его. Ну вот, потому что написали здесь. Предполагается, что... А то давайте его... Давайте навосачиваем его с крышками, чтобы не путать. Потому что мы сейчас будем новый базис использовать. Наша форма имеет тогда канонический вид. У от Х равно сумме квадратов координат с какими-то коэффициентами. Обозначим их поэтам. Так вот. Этот канонический вид называется нормальным. Называется нормальным видом. Если... Если... Есть... Если... Существуют... Существуют... Числа... П, У. Целые, не отрицательные. Такие, что... У. На самом деле, этот вид... Здесь... Бета... Иты... Это какие-то целые... Какие-то естественные числа. Это значит... Для любых значений бета, такой вид называется каноническим, как мы уже обсуждали. А теперь я хочу среди канонических видов выделить некоторое подмножество нормальных видов. При некотором... При некотором условии на бета, этот вид называется нормальным. Сейчас я выпишу, какое же условие на бета. Это следующее. Существуют... Целые числа П, У. Не отрицательные. Такие, что... Первые... Что... Бета-1 и так далее... Бета-П равны единице. Такие, что... Первые... Итак... Напишем точнее... Бета-Итрио, равно единице. Для... И от одного до П. И βg равно минус единице, для g от 1, так от p плюс 1, то p плюс q и, наконец, βk у нас может оказаться так, что p плюс q меньше, чем n, и тогда окажутся еще коэффициенты с номерами больше, чем p плюс q. И вот для них следующее. Они просто выводят для k от p плюс q плюс 1 до r. Давайте поймем, что это значит, как выглядит наша форма. У нее, смотрите, она вообще-то такая, с некоторыми β, но на β наложено условие. Первые p штук β равны единице. Значит, в нашей форме первые члены являются просто суммами, первые p слагаемых являются просто x и t в квадрате. Вот, значит, у нас вообще-то здесь n слагаемых, вот первые p из них, они просто такие, квадраты с коэффициентами 1, поскольку β и t равно 1 для i от 1 до v. А дальше что будет? Дальше у нас используются вот эти β житые от p плюс 1 до p плюс q, значит, дальше идут квадраты с коэффициентами минус 1. Так. А дальше? Еще что-нибудь есть? А дальше просто нули. Все остальные β равны нулю, значит, хвоста никакого нет. Вот такая, итак, повторю, у нас предполагается, что формула записана уже в каноническом виде, используя некоторый канонический базис. Так вот, этот канонический вид называется нормальным, если он имеет, он на самом деле вот такой. В начале несколько квадратов с коэффициентами 1, потом несколько квадратов с коэффициентами минус 1, а потом 0. Вот так и да. Если у нас вид нормальный, то число p называется положительным индексом инерции квадратичной формы. То есть, в этой вот, в этом нормальном состоянии, виде у нас есть коэффициенты плюс 1 и коэффициенты минус 1, количество коэффициентов положительных, то есть, у нас есть сумма квадратов некоторых с коэффициентами плюс 1 и дальше квадраты с коэффициентами минус 1. Так вот, количество квадратов с коэффициентами минус 1 равно p. И это количество называется отрицательным индексом инерции. То есть, число q называется отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. И еще один термин. Отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. Отрицательным индексом инерции. Все эти индексы измель ia присоединяется процесс AstraZal Freshman ali Дальше еще рассматривается разность p минус q. Число P минус Q называется сигнатурой формы Q. Хорошо, такое вот определение, но мы обсуждали, что канонический базис для данной формы определён неоднозначно. Можно и, соответственно, канонический вид тоже. То есть можно разными способами приводить форму квадратичную к каноническому виду. Получатся разные канонические базисы и, вообще говоря, разные канонические виды с разными коэффициентами. А вот, оказывается, нормальный вид данной квадратичной формы определён однозначно. Во-первых, любую квадратичную форму над полем вещественных чисел можно привести к нормальному виду. Мы сейчас это поймём. И, кроме того, можно это делать разными способами. Есть разные... Канонический базис, в котором наша форма примет нормальный вид, базис определён неоднозначно. А вот нормальный вид определён однозначно. То есть, какой бы мы не взяли канонический базис, и такой, что в нём наша форма имеет нормальный вид, этот нормальный вид всегда для данной формы окажется одним и тем же. То есть, нормальный вид, он определяется числом P и числом Q. Так вот, числа P и Q по данной форме... Числа P маленькая и Q маленькая для данной квадратичной формы определены однозначно. Они не зависят от способа приведения её к нормальному виду. Это вы докажете. Ну, давайте мы нашу форму приведём к нормальному виду. Вот мы получили её канонический вид в координатах X с Оуной. Теперь я хочу найти координаты X с крышкой, чтобы наша форма приняла нормальный вид. Может быть, вы мне подскажете. Вот наша форма. Она в каноническом виде, но не в нормальном виде. Давайте сделаем ещё одну замену координат, чтобы она стала... так, чтобы она уже была нормальной, имела нормальный вид. А там, ну, как это можно было. Смотрите. Очень простой, можно сделать замену координат. Вот наша форма и мы хотим, тут у нее коэффициенты минус 1, 4, минус 4, а нужно, чтобы она стала вот такой. Хочется, чтобы вот этот член превратился, давайте я отдельно выпишу. Вот такая форма. Продолжение следует. И тут она записана в координациях х с волной, а хотим мы ввести координаты х с крышкой, чтобы форма приняла нормальный вид. И как это сделать? Смотрите, здесь вот уже х2 в квадрате с положительным коэффициентом. Можно превратить этот член вот в такой. То есть мы хотим ввести координаты новые х с крышкой так, чтобы это стало равно х1 с крышкой в квадрате. Можно так сделать? Да. Чему равно х1? Х1 с крышкой то есть равно 1, 2 и 2 с волной. Да, х1 с крышкой равно 1, 2 и 2 с волной. Нет. Значит у нас квадрат идет, там получится 1, 4. 2х1 с крышкой равно 2х2. Смотрите, мы хотим, чтобы вот это выражение, вот все вот это выражение, 4х2 в квадрате, оно должно равняться х1 с крышкой в квадрате. Для этого х1 с крышкой должно быть равно 2х2. Согласны? Вот. Дальше. Здесь у нас минус. Давайте на этот посмотрим. Ну и даже, собственно, давайте на это посмотрим. Дальше смотрите, у нас положитель, у нас в нашей форме есть ровно 1 квадрат. с положительным коэффициентом. Вообще мы делать замены, мы будем вот подобного рода делать замены. Мы будем брать какую-то старую координату, умножать ее на вещество, сказать число, и это будут новые координаты. Так? Тогда мы коэффициент можем менять, но знак его сменить не можем. У нас здесь, в нашей форме, имеется 1 квадрат с положительным коэффициентом. Значит, положительный индекс инерции, сразу можно сказать, что положительный индекс инерции для этой формы равен 1. И есть 2 квадрата с отрицательными коэффициентами. Их можно превратить вот в такие члены. Давайте вот этот превратим в x2 с крышкой в квадрате. Так, чему тогда равно x2 с крышкой? Минус, конечно, минус. Если коэффициент отрицательный, то обязательно будет он, он останется отрицательным. x1, да? И, наконец, вот этот член, тоже у нас здесь отрицательный коэффициент. Значит, его можно превратить в некоторый x3 с крышкой в квадрате со знаком минус. И тогда x3 с крышкой, чему равно? Да, x3 с крышкой. Да. Да, значит, мы сделали. И, вообще-то, положитель таким образом, тогда наша форма в новых координатах имеет вид. Нормальный вид. Следующий вид. Походу в нормальный вид. У нее положительный индекс иммуляции равен 1. Походу в нормальный вид. 1,2, вот, хорошо, а теперь хотелось бы получить БАФИС. Вообще-то, как мы уже знаем, что любая обратимая замена когнат соответствует некоторой замене БАФИСа. Давайте выразим, мы уже получили базис Е с волной, он был выражен через базис Е, давайте напишем базис Е с крышкой, выразим его через базис Е с волной. Для этого напишем формулы для нашего вектора Х. Подойдем его через базис Е с волной и через базис Е с крышкой, пока неизвестный. БАФИС Один и тот же вектор Х разложен по двум базисам, и мы знаем, как координаты Х с крышкой выражаются через координаты Х с волной. Теперь нужно понять, какой замене базисов это соответствует. Замена базисов будет очень простая. Вот у нас, ну, собственно, давайте не будем гадать, напишем матричную, перепишем эту замену координат в матричном виде. Замена базисов будет очень простая. Вектор Матрица, а здесь вектор координаты Х с волной. Как будет выглядеть Матрица? Что я должен написать в первой статье? Как у нас координаты Х с крышкой выражаются через координаты Х с волной? Да. 0,2,0. Дальше Х2 с крышкой равно просто Х1 с волной, то есть 1,0,0. И, наконец, Х3 с крышкой равно вот этому, значит, получается 0,02. А интересует нас, хотим бы выразить базис Е с крышкой через базис Е с волной? И тогда А мы уже знаем, что в этой ситуации матрица замены... Когда мы пишем замену координат от старых к новым, в таком вот виде, вот эта матрица равна обратной к матрице перехода. То есть матрица перехода равна обратной к этой, можно вычислить, и к тем самым получим мы выражение для вектора, векторов Е с крышкой через вектор Е с волной. Ну и ясно, что мы, что мы сейчас сделали, мы привели форму нашу, исходно у нас была некоторая сложная квадратическая форма, мы ее вначале привели к каноническому виду, например, к такому. Этот канонический вид определен совершенно неоднозначно, мы здесь взяли, начали работать с переменной x1, выделили полный квадрат и так далее, продолжили, получили вот такой канонический вид. Но могли бы начать с другой переменной, тогда получился бы, возможно, с другой канонический вид. Но дальше мы, глядя на этот... Мы дальше этот канонический вид, мы дополнительные замены координат привели к нормальному виду. И он получился вот таким, положительный индекс инеркции... Здесь один квадрат с коэффициентом единица, положительный индекс инеркции один, два квадрата с коэффициентом минус единицы, отрезательный индекс инеркции равен два. И вот эти числа являются инвариантами нашей квадратичной формы. Мы покажем в следующий раз, что любой другой способ приведения к нормальному виду даст те же самые индексы инеркции. Ну и ясно, что можно аналогично поступать с любой квадратичной формой над полем R. Вначале... Как произвольную квадратичную форму над R привести к нормальному виду? Вначале приводим ее к каноническому виду. А дальше делаем похожую замену координат, чтобы привести к нормальному виду. В каноническом виде у нас будет сумма нескольких квадратов с положительными и отрицательными коэффициентами. Мы все положительные коэффициенты превращаем в единицы, делая замену координат такого вот примера типа. А отрицательные коэффициенты превращаем в минус единицы. И получается нормальный вид. Но, значит, еще... Здесь, смотрите, здесь для того, чтобы нормальный вид был совершенно однозначно определен с положительным и отрицательным индексом инеркции, здесь первые... Вначале идут квадраты с коэффициентами 1, потом квадраты с коэффициентами минус 1. И это называется нормальным видом. И многие авторы пишут именно так. Но некоторые авторы говорят, что нормальный вид – это любой канонический вид, в котором все коэффициенты равны 1 или минус 1. Они могут чередоваться. Например, здесь 1, здесь минус 1, потом снова 1 и так далее. Некоторые авторы и такой вид называют нормальным. Но я предпочитаю, следуя Невскому и другим авторам, предпочитаю именно такой вид назвать нормальным, когда вначале идут только плюс 1, потом минус 1. Вот. И при этом числа у нас по и ку, они не отрицательные, но каждая из них, в принципе, может быть равно нулю. То есть, если нету положительных квадратов, а только отрицательные, это тоже нормальный вид. Если нету отрицательных, а только положительные, тоже нормальный вид. Если вообще ничего нет, если форма равна вообще нулю, это тоже нормальный вид. У нее тогда оба и положительные, и отрицательные индексы равны нулю. Вот. Хорошо. Тогда закончим на этом. В следующий раз будем доказывать, что нормальный ритм не зависит от цепи. Всегда они не зависит от цепи.